Жемчуг бывает морской, речной и искусственный. И порой бывает трудно отличить один от другого. С такой задачей под силу справиться только специалистам. Как и выбрать жемчужину ВОКСы среди россыпей, девичьей красоты и обаяния. В этом году в конкурсе «Жемчужина ВОКСы» принимало участие 14 барышень красавиц района. Причем участницы представляли не только общеобразовательные школы и учреждения среднего технического образования, но и сельские поселения. Наряду со старшеклассницами и студентками из Шумиловской, Громовской, Отрадненской и Приозерской школы номер 4, а также Политехнического колледжа и Агротехникума в борьбу за титул «Жемчужины ВОКСы-2012» вступили представительницы клубных объединений и домов культуры из Плодовского, Петровского, Севастьянова, Кривко, Кузнеченского и даже юный журналист из молодежной студии «Контакт» Центра детского творчества. ПЕСНЯ 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 Поболеть за своих красавиц пришли не только одноклассники и друзья, но и родители участниц, которые начали переживать за «Жемчужин» с первого конкурса. Визитная карточка запустила механизм напряжения и переживания конкурсанток. Данный конкурс познакомил жюри и публику с каждой участницей поближе. Вместе с Татьяной Калиниченко зал попал в волшебную Индию. С Дашей Балыбиной прошел идентификацию для полета в космос. С Кристиной Тихоновой побывал на показе МОД. Моя жизнь подобна палитре, наполненной буйством красок, ярких эмоций и радужных впечатлений. В моей жизни нет места мрачным, унылым краскам. Она состоит лишь из сочных, добрых и позитивных оттенков. Первое выступление означает первые оценки жюри, среди которых в этом году были и представители каждой из участниц, а также специалисты, которые могли по достоинству оценить следующий конкурс – дефиле, где девушкам надо было продемонстрировать грацию и королевскую походку. «То ли еще будет?» – сказали организаторы, предусмотрев еще три испытания для девушек. Очередной конкурс – вопрос-ответ. Никого из участниц не застал врасплох. Должны ли молодые люди служить в армии и почему? Кто-то там крикнул «нет». Я считаю, что, конечно же, должны. Каждый мужчина обязан защищать свою страну. Он должен уметь это делать грамотно. Конкурс по фитнесу стал проверкой барышень на подвижность и чувство ритма. Надо отметить, что не всем девушкам это соревнование досталось относительно легко. Отдельным претенденткам для блестящего исполнения задания явно не хватало спортивной подготовки. Серьезным испытанием для участниц стала историческая викторина. За короткое время участницам предстояло ответить на ряд каверзных вопросов. Усиленная работа мысли была видна на лице каждой соискательницы титула. В конкурсах подобного рода без испытаний интеллекта не обойтись. И нужно сказать, что приозерские девушки быстро справились с этим заданием и сразу же отправились готовиться к следующему конкурсу. Творческому. Который стал красивейшим апофеозом «Жемчужины». Здесь участницы были подобны весенним распускающимся цветам, что колышутся на теплом южном ветерке. Романтика выступлений лилась через край. Выступления всех участниц были настолько хороши и разноплановы, что членам жюри было очень сложно выбрать лучших из лучших. После подсчета голосов перешли к долгожданному награждению. Сначала девушкам были вручены специальные призы от спонсоров, а затем началась основная церемония. Третье место в районном конкурсе «Жемчужина Вокса-2012» завоевала солистка ансамбля «Петровский» Анастасия Козлова. Приз за второе место и подарок от депутата законодательного собрания Василия Кострицы ушел в руки Виолетты Ли из «Плодового». А «Жемчужиной Вокса-2012» была провозглашена ученица 4-й школы Валентина Егорова. Ей и досталась переходящая корона победительница конкурса. Остальным конкурсантам достались грамоты за участие и бурные аплодисменты зрителей, а также подкрепительная уверенность в своих силах, которая в дальнейшем станет существенным подспорьем на пути к осуществлению заветных мечтаний и планов. Можно у Вас спросить, чем Вам запомнился этот конкурс? На протяжении всего конкурса я, как ни странно, не испытывала никаких эмоций негативных, никакого духа конкуренции. Я испытывала исключительно счастье, и для меня это действительно праздник. Сейчас я даже не знаю, что сказать, потому что эмоции перехлёстывают, но ощущение праздника наполняло меня во время всего конкурса.